США и КНР не договорились о дальнейшем сокращении пошлин, сообщает СМИ. США и КНР не договорились о дальнейшем сокращении пошлин, сообщает СМИ. 2.30.15 января 2020 года. Обновлено. 7.23.15 января 2020 года. AP Photo, NG Han-Guan, Poo. США и Китая. AP Photo, NG Han-Guan, Poo. Флаги США и Китая. Архивное фото. Вашингтон, 15 января новости. У США и Китая нет соглашения по дальнейшему сокращению пошлин, передает рейтер. Соглашения по дальнейшему сокращению пошлин нет. Любые слухи об обратном являются ложными, цитирует агентство совместное заявление главы американского Минфина Стивена Мнучина и торгового представителя США Роберта Лайтхайзера. Чуть позднее Мнучин пояснил журналистам, что США сохранят пошлины в отношении китайских товаров до завершения второй части сделки. Эти пошлины останутся в силе до тех пор, пока не будет выработана вторая часть сделки, сообщил глава Минфина. Дональд Трамп 31 декабря заявил, что первая часть торговой сделки с Китаем будет подписана 15 января в Белом доме. Вице-премьер госовета КНР Люхе уже прибыл в Вашингтон. После подписания стороны сразу приступит к переговорам по второй части сделки. Таким образом, Китай и США после долгих 13 раундов переговоров, затянувшихся на годы, достигли соглашения по первой части торгового соглашения. Вчера, 5.54. СМИ раскрыло подробности первой части торговой сделки между США и КНР. В рамках переговоров по второй фазе сделки ожидаются обсуждения снятия пошлин на китайскую продукцию. О том, что США сохранят пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 360 миллиардов долларов, сообщал в связи с заключением первой фазы торгового соглашения между Пекином и Вашингтоном торговый представитель США Роберт Лайтхайзер. Трамп пояснял, что снятие этих ограничений будет козырем в переговорах по второй фазе сделки. Кроме того, высокопоставленный представитель американской администрации в ходе телефонного брифинга заявлял, что США готовы применять и дополнительные пошлины в случае нарушения Китаем условий первой фазы торговой сделки. Полночь 51 эксперты прокомментировали первую фазу торговой сделки между США и КНР.